Здравствуйте, уважаемые зрители! Хочу ознакомить с вас с новостями Армении и Азербайджана. Но этот ролик будет касаться ситуации Турции. Вот статья под названием «Турция может выйти из НАТО». По мнению турецкого эксперта, этот вопрос уже обсуждается в турецкой политике. Так, как передает АЗЗ, комментируя вопрос, что страны НАТО, прежде всего США, Франция и Греция, ведут себя так, чтобы Турция вышла из Альянса. Турецкий историк и политолог Мехмед Перинчик отметил, что они проявляют откровенную враждебность по отношению к Турции. И вот здесь как раз большая подробная статья, сейчас я вас ознакомлю, что заявил турецкий политик и как это будет выглядеть, что вот как раз под названием «Статья Турция может решить выйти из НАТО». Вот на фотографии этот человек. «Турция, Швеция, Финляндия в августе обсудят вопросы вступления северных стран НАТО. Для этого необходимо, чтобы в парламенты всех государств НАТО, включая и Великое национальное собрание Турции, ратифицировали протокол о принятии Хельсинки из Татгольма в Североатлантический Альянс. На связи с этим возникают очень серьезные вопросы. Швеция и Финляндия продолжают демонстрировать неуважение к подписанному с Турцией меморандуму, после которого Анкара сняла вето наступления северных стран в Альянс, оставив, правда, в качестве еще одного рычага давления как раз ратификацию в парламенте. Переговоры в августе, судя по всему, будут сложными, учитывая поведение шведских и финских властей. Ведь подозреваемые, там, эти курдские активисты, в общем, они не выдают этих называемых террористов или активистов, что-то связанное с Курдистаном здесь. И вот ситуация такая, что у Турции есть проблемы с НАТО. И они завязаны только на вопросе вступления Финляндии и Швеции. Северно-Альянс. Анкара постоянно указывает на стратегические темы, которые ее интересуют. Но НАТО игнорирует интересы Турции. И вот сейчас самое главное в конце зачитаю, что здесь пишут. Учитывая все происходящее, могу предположить, что Турция может решить выйти из НАТО. Сама Турция выйдет из НАТО, так как в Альянсе продолжают игнорировать интересы Анкары. Этот вопрос будет на повестке дня Турции. Да, не сегодня или завтра, но в достаточно обозримом будущем. Турция не может обеспечить свою национальную безопасность, находясь в НАТО. Нужно создавать новый международный альянс. Об этом уже говорят. Речь идет о тюркских государствах, Азербайджане, странах Центральной Азии. Можно привлечь Россию, Пакистан, Индию, Китай. Хотя между последней тройкой есть свои противоречия. Даже с Ираном можно договориться, что показал на данный саммит с Тегеранем. Выгнать Турцию из НАТО невозможно. Есть устав организации, который это просто не предусматривает. Но при этом страны Альянса делают то, что хотят, не учитывая турецкие интересы. Получается, что страны НАТО, прежде всего США, Франция и Греция, ведут себя так, чтобы Турция вышла из Альянса. Вопрос. В общем, можно так сказать. Они проявляют откровенную враждебность по отношению к Турции. Если это негативно влияет на ее жизненные интересы, зачем Анкаре оставаться в этом Альянсе? Этот вопрос уже обсуждается в турецком парламенте. Об этом говорили партии Ватан, а так еще давно Давлет Бахчили, возглавляющий партию национального движения. Так, ну и что да, есть возможность выйти Турции из НАТО уже. Он заявил, что Турция была и до НАТО. То есть Турция была и с НАТО и проживет без НАТО. А если Севератлантический Альянс не будет, то Турция все равно останется. Существование Турецкой Республики никак не зависит от членства в НАТО. Ну вот такая информация, да. И вот. Так и да, и пишут, что Турция, она типа самостоятельная страна, она и без НАТО проживет. Так что я думаю, что может быть даже в самой Турции решат выйти из НАТО. Потому что здесь очень много проблем с вами возникло уже странами США, Франции, Греции. И вот последняя информация еще. Эрдоган заблокировал вступление Швеции в Финляндии в НАТО до выполнения требований Турции. Это статья как раз сегодняшняя, 26 июля, да. Вот как раз такая информация, что Эрдоган заблокировал вступление этих стран. Президент Турции Джеб Тайп Эрдоган заявил, что они допустят вступление Швеции, Финляндии в НАТО до выполнения требований Турции. Так, да, пока Швеция и Финляндия не прекратят оказывать поддержку этим организациям, то они должны ждать от нас положительное отношение к их членству НАТО. Пусть никто не ждет у нас уступок в этом вопросе. Ну вот видите, сам Эрдоган уже сказал, что он против. Это не такое простое дело, как карты, если они думают, что их сразу возьмут НАТО. Меморандум, отписанный в Мадриде, это только приглашение. Но мы об этом сказали всем нашим коллегам по НАТО, напомнил Эрдоган. Ну вот вам я и говорил, что Эрдоган заблокировал вступление этих Швеции в Финляндии в НАТО. Сейчас все страны НАТО будут против Турции. И по-любому, я думаю, Турция уже или сама напишет заявление об уходе из НАТО, или ее там выдавят. Эти уже агрессивные страны, которые на нее нападают. Так что вот ситуация такая, говорю, а впереди может быть потом даже, как этот аналитик Стариков говорит, что и потом натравят Россию на Турцию или Турцию на Россию. В общем, стравят эти две страны, чтобы у них там конфликт начался. А вот уже начало есть, я говорю, видите, это вот такая информация. Так, всем спасибо, всем пока, до новых встреч. Продолжение следует...